С интересом относятся к приезжим театрам и в Новосибирске, даже если на афише нет известных нам имен. В глобусе на этой неделе выступил еще один коллектив, работающий за пределами нашей страны. В Абхазии. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера. В советские годы Абхазия была достаточно хорошим театральным местом, потому что у нас прекрасно работал Абхазский театр, он гастролировал, ездил по многим городам, были и другие театры. Но вот после войны грузино-абхазской 1992-1993 годов, та разруха, которая наступила после этого, Абхазия обрела независимость, такой длительный процесс. Было не до театра, к сожалению, люди просто выживали. И вот мы как-то почувствовали, что все равно вот те зерна театральной культуры и потребности в театре, они сохранились в обществе. И мы вот решили максимально удовлетворить все потребности. То есть мы сделали театр, который работает каждый день для 60-тысячного города. Это, конечно, мне кажется, очень серьезно, чтобы театр каждый день работал, играл спектакли. У нас сегодня 30 спектаклей в пертуаре. В Новосибирск театр из Сухума привез две постановки по авторам, также объединяющим два народа – Софичку Искандера и Евгения Онегина Пушкина. Свою деревню в ту же пору помещик новый прискатал. И с той же строгому разбору в соседстве повод подавал по имени Владимир Левский. Знакомые со школы строчки, произнесенные с легким акцентом, публика приняла с большим интересом. В репертуаре театра драмы имени Фазилия Искандера есть и другие русские классики. Островский, Алексей Толстой и мировая классика. От Еврипида и Шекспира до Маркеса и Теннесси Уильямса есть и спектакли, поставленные по произведениям абхазских драматургов. В труппе артисты из разных стран, даже из Македонии. Представители разных театральных школ с интересом, поехавшие в свое время в Абхазию и осевшие там. Я родился, вырос в Москве, я закончил Российскую академию театрального искусства и 7 лет назад я переехал в Абхазию и служу теперь в русском драматическом театре. Я сам до сих пор немножко привыкаю и к ментальности, к абхазской, и к этим ребятам, и вообще к стране в целом. Любой поход в театр – это все самое лучшее, все самое дорогое, красивое. Это выход в свет и это очень замечательно, потому что я не знаю, как там было до прихода нашего гендиректора в дом и до моего прихода, но очень радостно видеть, что люди не просто оба куда идут, они целенаправленно будут в театр со всеми вытекающими. Приезд театров из Бишкека и Абхазии, конечно, был бы невозможен без тесного сотрудничества профильных министерств, без специальных программ, поддерживающих такие гастроли. Для артистов это ценная возможность показать свои спектакли незнакомой русскоязычной публике. А для нас – узнать, чем живут театры, играющие Пушкина и Достоевского за рубежом.